привет друзья сегодня буду закадровым голосом буду таким вот рассказчиком но как вы уже поняли речь идет о гравийной гонки вот тур до клёнова номер 68 второй этап гравийной гонки которая прошла выходные несколько недель назад вот так вот собственно выглядела старт меня привез на машине лёша от электрички за что ему большое спасибо приехали заранее готовимся номер уже повесил сейчас вот на топ тюб клеил направление участников было не так много человек 13-15 как обычно на старте забыл включить камеру и вот это первый кадр который начал снимать вначале все шло очень дружно по велосипедам половину были гравелы половина была различных мтб ну как бы мы ехали с лёшей вот у нас были немножко разные стратегии я все-таки сразу хочу сказать я не ехал гоняться вот прям там побеждать я ехал осмотреть округу да вот пофоткаться что видно ну пофоткаться это конечно шутка но для отчета конечно фотографии делать надо и вообще хорошо покрытие было очень разнообразно вы увидите все ну собственно это видео и снимается и озвучивается вот так вот это уже где-то у нас десятый километр разбитые лесные дороги куча луж про луж вообще отдельная тема сразу скажу да я буду так иногда чуть-чуть материться не за может быть ту звуковую дорожку сделал совсем тихой но возможно будете слышать извините но как вы понимаете эмоции самые что ни на есть настоящие вот по сравнению с первым этапом бетонные плиты тоже были но их было крайне мало вот в основном было либо такая дорога либо вот это поля поля друзья оказались просто для меня каким-то открытием я давно по ним не ездил и тем более в таком режиме вот я вообще такой более асфальтовый ездок немножко лесной но по полям и это конечно свой фетиш особенно последние дни шел дождь в этот день половину гонки он ну его почти было потом он начал моросить велосипед в этом случае вообще не ехал то есть у меня никогда зазоры так не забивались что было хорошо то что было очень красиво то есть вы видите но пейзажи замечательные наверное когда солнце все было еще круче но даже сейчас вот в таком тумане и в такой пасмурности тоже была своя красота сразу скажу мы вместе с лёшей которая сейчас появится в уже скоро прошли трассу за шесть часов это много лидеры ревел с его вот лидеры прошли трассу за 310 то есть я на самом деле на финише не мог понять как люди вот это проезжали что-то ну конечно один из лайфхаков если двигаться по центру да именно по травушке там грунт нет тут меня упал цепь по центру где трава там грунт немножко более твердый по нему ехать гораздо удобнее он не такой рыхлый вот собственный лёша лёша ездил на кадейле канадейл слэйт это где вилка такая лэфти да то есть не две ноги да а только одна вот в этом моменте я ходил снимал stories и там отправлял всякие сообщения вот и наслаждался просто действительно было очень красиво это все я забыл сказать находится под тарусой это у нас рядом с серпуховым вот уже желтые красные листья на деревьях хотя это было в начале августа будет не начали во второй посередине все равно как бы уже видно что осень наступает она скоро будет поэтому надо от конца сезона брать максимально вот кстати еще один чувак тоже на канадейл слэйт это удивительно что в такой маленькой группе нашлось два одинаковых велосипеда причем таких классных видите да там дождь капает и в этом моменте кстати жесткие поля стали заканчиваться вот мы отлично пронеслись с лёшью низ трасса напоминала из себя как сказать ну организаторы по моему анатолий нестеров называет это восьмеркой но возможно я путаю прочь смысл в том что там надо доехать до круга проехать круг и вернуться обратно по той же дороге то есть на самом деле больше какое-то лассо напоминает вот и мы вот когда спускали с той горки как раз таки думали типа блин нам же туда еще и подниматься ну конечно же мы фоткались как я уже сказал для отчета для памяти без фоток это ну не то что не считается но не так интересно и тем более не так весело но что хочется точно сказать с кем-то вот такое мероприятие яйца гораздо и веселее как-то спокойнее надежнее то есть ты знаешь что если что если вдруг что тебя всегда время кто-то подстрахует подбодрит там не знаю по поделиться там водой едой и все в этом духе но несмотря на то что мы прохали за 6 часов я не могу сказать что мы там отдыхали чилили там считали вороны все в том духе мы действительно достаточно быстро ехали вот ну старались и под конец как бы порядком устали вот снова 2 слейд в кадре к сожалению имя того парня я не знаю вот но к сожалению у него сломался задний переклюк точнее отвалился петух посреди поля и ему на самом деле повезло что мы его встретили потому что он не записал номер огонь организаторов и не смог бы вызвать машину помощи но тут видно как он укатывает вперед а мы слышно вот тут был на самом деле очень весело объезжают лужи и пытаться не знаю не свалиться в их кстати про лужи тоже смешно в самом начале мы объезжали там каждую лужицу думали как бы не запачкаться а потом поняли что блин тут как бы мы уже там спустя полчаса в таком говне были что было уже не страшно вот на этой горке я помню я стоял уже чуть позади поехал прямо у меня руки 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 просто отбились то есть на так вот на таком затяжном спуске с моей механикой у лёши гидравлика ему получше вот вот кстати калужской оба закончилась в общем спуски вот эти гравины просто адок я уже под конец отпускал руки на чуть-чуть чтобы они хоть как-то восстановились но иногда да вот был асфальт машины как видите обгоняют вообще адекватно ну асфальт естественно там пять минут потом начинается уже вот эти ямочки наши любимые но в целом вот очень приятно когда после какого-то оффроуда ты такой бац попадаешь на асфальт у тебя есть время и перевести дух и как-то порадоваться ну и нормально там асфальт да можно было вот искупаться даже но это конечно другой формат это формат наших приключений вот тут кстати да мы мы должны скоро встретить 2 слейта и я буду кушать кушать очень вкусный кит-кат ну а это иллюстрация того что как бы скорость была что спускаться спускаться было тоже достаточно опасно потому что ну на песке да я научился как бы быстро ездить и особенно в спуске то есть там есть тебя заносит и начинаешь как бы твой дрифт он управляемый а вот грязи дрифт неуправляемый поэтому будьте аккуратны вот и еще очень главное конечно правильно подобрать количество атмосфер своих колесах я могу сказать что допустил ошибку мне надо было посильнее спустить их вот но другой стороны я боялся прокола я точно не хотел вот в этой грязи еще и менять камеры вот на этом слейте например без камерки и к и когда под конец я потрогал атмосферы мне кажется у меня раза в два было сильнее накачано как видите велосипед чистейший даже не спрашивайте как я пил эту воду потому что конечно я пил пить хотелось я просто откручивал крышку да там все уже чисто и приятно и все это пил лицо я не то что прям очень уставший но было непросто а вот кстати да и оторвенный петух вот чувак упал на бок но видите да состояние короче веселье ходили вот после этого момента кстати мы часто ходили по крайне мере я потому что мне достаточно сложно вот на глине на этой грязи не терять контроль не терять баланс но зато на твердой поверхности мне удавалось лишь немножечко обгонять но целом вот почти всю гонку мы проехали вместе и вот как видите уже до капает дождик в этот момент мы уже где-то за пятнадцать километров до финиша мы приободрились мы замотивировались и хочется уже как бы на асфальт в цивилизацию до в машину в еду конечно же домой тоже ну и вот практически финиш там 15 секунд таруса мы уставшие мы вымождены но все равно у нас есть силы мы улыбаемся что лёша что я и конечно же нас еще ждут организаторы никуда не делись я на самом деле даже подумал что это все люди нас ждут но тут только на тоню вот такая история друзья да 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 грэву все остались вопросы там все такое пишите в понятно пока